МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Почему в Кремле все чаще заявляют о вероятности эскалации конфликта? И зачем российской партии «Справедливая Россия за правду» открывать свой офис в Донецке? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать в студии с нашими гостями. Здесь Станислав Асеев, эксперт Украинского института будущего, журналист, писатель. Здравствуйте, Станислав. Добрый день. И с нами на связи по скайпу Роман Цымбалюк, журналист, шеф-корреспондент агентства «Униан» в Москве. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Ну вот, собственно, перед тем, как начать разговор, сюжет о последних заявлениях по Донбассу, которые прозвучали в украинской и российской столице. Украина и непризнанные республики Донбасса обвиняют друг друга в провокациях и подготовке к полномасштабным боевым действиям. Вблизи линии разграничения, по данным украинских военных, активизировались группы снайперов противника, и все чаще незаконные вооруженные формирования используют артиллерию. Несмотря на объявленное 8 месяцев назад перемирие, только в марте зафиксировано около 200 нарушений режима тишины. Переговоры по Донбассу как на уровне трехсторонней контактной группы, так и на уровне политических советников нормандской четверки, лидеров Украины, Германии, Франции и России, вновь зашли в тупик. Как заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев готов к установлению всеобъемлющего режима прекращения огня, но не ценой запрета украинским военным открывать огонь в ответ на обстрелы, как того требует Москва. Сейчас сдвинуть с места процесс урегулирования в Донбассе, убежден украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, могут только переговоры в нормандском формате. Если в ближайшее время не удастся договориться о проведении саммита четверки, то, как заявил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве со своим литовским коллегой Гиттеносом Науседой, он готов к переговорам с каждым из лидеров отдельно. Готов отдельно встречаться с лидерами стран-участниц нормандского формата, а также с лидерами других государств, которые поддерживают независимость Украины. И буду максимально делать все, чтобы война на Востоке закончилась и Украина вернула себе территории и людей. Прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина не исключают в Кремле. Однако, как считают в Киеве, неопытному украинскому президенту опасно встречаться один на один с российским лидером. Тем более на фоне многочисленных провокаций российской стороны. Накануне партия «Справедливая Россия за правду» объявила о намерении открыть свои представительства в Донецке и Луганске. Министерство иностранных дел Украины расценивает такие планы как очередное доказательство эскалации России ситуации в Донбассе. Российская власть продолжает открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания на данный момент неподконтрольных Украине регионов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле. После незаконной раздачи паспортов граждан Российской Федерации, населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в России ведутся активные дискуссии об организации в Ордло, выборов в Госдуму. За декларированная цель представительского центра «Справедливой России» способствовать реализации избирательных прав граждан России, то есть жителей временно оккупированных территорий, грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывая поле для фальсификаций на российских выборах. Тем временем, по словам Ермака, на столе у Путина лежит новый план по Донбассу, подготовленный Германией и Францией с учетом предложений Украины. Изначально замглавы администрации российского президента, отвечающий за украинское направление, Дмитрий Козак, называл наличие такого документа мифом. Однако 24 марта издание «Коммерсант» опубликовало проект планов, подлинности которого сомневаются в украинской столице. Среди прочего, как сообщает российское издание, западные партнеры Украины предлагают легализовать в отдельных районах Донецкой и Луганской областях народную милицию, организовать совместное патрулирование ею и украинскими полицейскими под контрольной России территории, а также провести там выборы до получения Украины контроля над ее восточным участком границы. Эти инициативы, дополненные предложениями Кремля, отверг Киев, из-за чего, как утверждает «Коммерсант», переговоры снова зашли в тупик. Многие украинские политики уверены, что прогресс в переговорах по Донбассу возможен лишь после привлечения к ним США. Москва же выступает против и стремится не только не допустить участия Вашингтона в урегулировании конфликта на востоке Украины, но и пытается нивелировать нормандский формат. Данислав, ну вот на самом деле, то, что мы описали в начале этой программы, оно происходит уже несколько лет подряд. Германии, Франции, в Украине предлагаются различные варианты мирного плана. Все время в Москве говорят одно и то же. Вообще-то, на самом деле, это переговоры не с нами, мы посредники. Это переговоры с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Нужно все с ними согласовать, нужно с ними согласовать конституционные изменения, а мы посмотрим. Нужно с ними договориться о разведении войск, а мы будем это одобрять и так далее и тому подобное. И одновременно мы слышим ответы с Киева, нет, мы говорим с Россией, Россия сторона конфликта, а вовсе не народные республики. Возникает вопрос, а сколько времени это вообще может продолжаться? Или может быть это такая константа, уже можно в принципе не обсуждать эту тему? Это может продолжаться десятилетия. Если посмотреть на локальные конфликты, в которых участвовала Российская Федерация, то никто никому ничего не вернул. Это можно посмотреть по Приднестровью, это можно посмотреть и по Абхазии, по Южной Осетии. То есть проблема в тотальном непонимании со стороны Украины, с чем мы имеем дело. То есть когда мы обсуждаем все эти так называемые кластеры, сейчас новое слово давили, до этого говорили модальности, да, мы можем говорить о каких-то деталях, частностях, разведении войск, экономики, открытии блокпостов. Но понимание того, с чем мы имеем дело, что такое Российская Федерация и какие цели они перед собой ставят, участвуют в общем-то и формируют этот конфликт на Донбассе. Вот этого нет ни у предыдущей власти, к сожалению, ни у сегодняшней. И поэтому отсюда, в общем-то, вот эти максимумы, мир в глазах Путина. Мы договоримся, чуть ли не выборы 31 марта, да, это вообще, так сказать, было, вот хотя бы сейчас мы уже отошли от этой философемы, если ее можно так назвать, и стало понятно, что вообще не то, что выборы, то есть мы в полном тупике, на самом деле, по всем переговорным позициям, в том числе и по гуманитарному сектору, который мне особенно близок и в котором, в общем-то, я участвую как человек, который сидит там время от времени на гуманитарной подгруппе. И чем раньше наша власть все-таки поймет, что Россия просто так нам ничего не вернет, да только на своих национальных интересах, которые полностью не совпадают с нашими, тем быстрее мы перейдем к какой-то новой стратегии. И, в общем-то, с моей точки зрения, эта стратегия должна заключаться в том, чтобы с наименьшими потерями на всех фронтах, как в физическом, так сказать, на линии разграничения, так и экономическом и гуманитарном, заморозить этот конфликт до изменения ситуации в Российской Федерации. — Ну вот у меня такой уточняющий вопрос. Вы говорите, что украинское руководство этого не понимает. Ну и можно было представить себе, что этого-то не понимает Владимир Зеленский, который только в 2019 году вообще пришел в политику, до этого времени смотрел за всем этим конфликтом со стороны, как обычный обыватель, и у него могло сложиться вот такое вот представление о том, можно ли и нельзя договориться с Владимиром Путином, которого он, возможно, сейчас там избавляется, не избавляется, мы не знаем, да, что происходит. Но вот Ангела Меркель и Манель Макрон, это же опытные политические деятели. Меркель вообще десятилетиями в политике. Макрон до того, как стал президентом Франции, был министром, это не то, что они пришли в политику и шоу-бизнеса, как Зеленский. Они тоже не понимают, что такое Россия? Возможно, и понимают, но они экономисты. Вот в этом проблема. Они все сводят к калькулятивным каким-то расчетам, и, в общем, то, что можно посчитать на калькуляторе, то, что выгодно для Европы, то, в общем-то, выгодно и для их отдельных стран. Это не их конфликт, это не их проблема, понятное дело. И даже понимая, кто такой Путин, что такое русский мир и что преследует на Донбассе Россия, они, в общем-то, будут выбирать что-то среднее между двумя крайностями. Поэтому это не их проблема, и это тоже нужно нам понимать. Они здесь действительно посредники, в отличие от России, которая пытается представить себя как посредником. Но вот это тоже ведь одна из проблем. То есть мы вообще говорим на разных языках, в принципе. Семь лет прошло, а все одно и то же. Мы посредники, нет, вы не посредники, вы участники конфликта. И еще семь лет это может продлиться. Это четко нужно понимать. Роман, вот хочу к вам обратиться. А вы представляете себе, какая цель все-таки у российского руководства, когда оно всякий раз одну и ту же идею выдвигает в своих переговорах с Киевом? В принципе, добиться того, чтобы Украина действительно разговаривала с руководством так называемых народных республик, или просто тянуть время до какой-то лучшей ситуации, которая сложится, может быть, по мнению Кремля в пользу Москвы? Вы знаете, они всегда живут в России в режиме ожидания. Сначала они ждали, когда переизберут Порошенко, в смысле не изберут. Теперь ждут, якобы кто-то придет к власти в нашей стране, к политические силам, которые выполнят все желания, а они действительно неизменны. Поэтому, как мне кажется, действительно просто надо называть вещи с полюбинами. Понятно, если эти переговоры нужно максимально на всех фронтах попытаться каким-то образом связать Россию и вот этими переговорами, хотя рассчитывать на их успех, ну, это, наверное, недавидно. Почему? Потому что сражение в Украину – это фактор российской внутренней политики, и для них уход с Донбасса, в принципе, рассматривается, кроме вот этих вот всех геополитических штук, кроме атаки на Украину и рычаг давления на Украину, как элемент их внутренних раскладов. Если ты уходишь из территории, которая была ранее оккупирована, значит, ты уже не встаешь с колен, а движешься в противоположном направлении, то есть на колене. А при действующих раскладах в российской власти это практически невозможно. Я вот хочу спросить, Станислав, вот в принципе, мы говорили о том, что слова Владимира Зеленского о том, что в случае неудачной попытки созвать нормандский саммит, он, собственно, давно уже должен был бы пройти, согласно договоренностям в Париже, он готов встретиться с каждым из руководителей стран, участниц переговорного процесса отдельно. И это вызвало действительно такую серьезную реакцию, озабоченность, как это значит, Зеленский собирается встречаться с Владимиром Путиным наедине, и это может, так сказать, вызвать такие большие вопросы и союзников Украины по нормандскому формату, и, кстати говоря, и Соединенных Штатов. Но вообще, если говорить серьезно, вот без этих попыток понять, действительно ли такого рода встреча приведет к осложнению во взаимоотношениях между Украиной и Западом. Путин вообще готов встречаться с Зеленским, как вы считаете, вот для каких-то таких вот договоренностей? Я думаю, что вполне готов, но с моей точки зрения это может быть большой ошибкой, потому что при всем уважении к нашему президенту, но Владимир Путин намного опытнее политик, чем он, и он просто его переиграет. И действительно мы не можем гарантировать, во-первых, о чем там пойдет речь, то есть вообще, то есть в принципе, да, нет посредников, которые бы могли как-то контролировать эту дискуссию, какие будут договоренности, кулуарные, не кулуарные, то есть это действительно вызовет большие вопросы. Ну и повторяю, с Путиным, ну, у него цель одна, да, то есть нужно понимать, что этот конфликт, это не военный конфликт, это гуманитарный конфликт цивилизационный, столкновение западного мира и русского, в общем-то, вот на Донбассе, да, и ему, Путину, как таком, он не нужен Донбасс сам по себе, ему нужна Украина в варианте Беларуси современной. Вот из этого нужно исходить, и если вести с ним переговоры, то только понимая четко его цели, которую он преследует на Донбассе. Но более того, я бы хотел обратить ваше внимание, что сам по себе нормандский формат в ближайшем времени вообще может утратить свою эффективность. Почему? Потому что Соединенные Штаты намерены, насколько я понимаю, исходя из последних заявлений Байдена, вводить какие-то жесткие санкции в отношении Российской Федерации. Если это будет, например, отключение от SWIFT, которое уже недавно, скажем так, предсказал, я не знаю, как можно здесь точнее выразиться, Песков и Лавров, то представьте, какие мы будем иметь аргументы давления на Российскую Федерацию в нормандском формате. Если ведут самые жесткие санкции, ничего не изменится. То есть россияне просто скажут, извините, наша экономика и так уже потеряла, вы не можете нам ничего больше предложить, не можете ничем угрожать. И в общем-то в этом случае нормандский формат утратит свою геополитическую конструкцию. Кстати, если я был в белорусском жиле, если я вам сказал, что вы считаете, что Украина должна по отношению к России быть такой, как Беларусь, а Владимира Путина не устраивает то, какой является сейчас Беларусь. Он требует от Александра Лукашенко гораздо больше. Поэтому этот вопрос, мне кажется, предела желаний не существует, когда речь идет в этом проблема, мне кажется. И тут еще есть один очень важный момент, который стоит понять. Что тогда Украине предложить России, если нормандский формат действительно не является какого-то движением в переговорном направлении, в движении в урегулировании, то какая альтернатива вообще всех этих консультаций? Детянский же ищет эти альтернативы, вы видите. То нормандский формат, то ТКГ, то вот сам встречусь. Поиск идет. Совершенно верно. Ну смотрите, у нас есть две главные проблемы на сегодняшний день с Донбассом. Первое, это заложники. Именно вот на первом месте я бы все-таки поставил их, потому что ситуация с людьми, которые сидят в подвалах и которых пытают, в том числе, когда мы с вами говорим в этих теплых студиях, ведь ничего не меняется для тех людей. Это просто мы об этом не говорим часто, но это происходит каждый день. Так вот, эта ситуация несравнима даже с теми, кто сидит в окопах. Извините, да, при всем уважении, но тем не менее, подвалы, пытки, это все-таки не окопы. Я не говорю уже о гражданском населении, которое находится на оккупированных территориях. Так вот, это первая проблема заложники, вторая проблема это обстрелы, постоянные смерти на фронте. Поэтому, в общем-то, я уже давно предлагал шантажировать Российскую Федерацию точно так же, как она шантажирует нас. То есть, единственная часть, которая их интересует, это политическая часть. Ни экономика, ни гуманитарный сектор, ни обстрелы сами по себе их не интересуют. Поэтому мы должны просто сказать, что мы не ведем вообще никаких политических переговоров по Донбассу, не собираем политическую подгруппу, пока не будет решен гуманитарный и военный фактор безопасности сектора. Вот вообще не ведем никаких переговоров. Отдавайте всех наших людей, решаем гуманитарный вопрос и полная тишина на фронте. Тогда мы можем переходить к политической части. А их, вы думаете, волнует эта политическая часть? Безусловно, их только это и волнует. Они же хотят, в общем-то, де-факто оставить все как есть, а де-юро впихнуть, извините за такое слово, эту территорию под наш контроль, чтобы мы за все это еще и отвечали. В этом их основная цель. То есть, это принять дорожную карту так называемых ЛДНР до 2050 года. Ну и еще масса абсурдных условий, которые они выдвигают. Это единственное, что их волнует на переговорах. А люди, в общем-то, в этом случае действительно являются заложниками. Мы должны поменять эту ситуацию в корне. Просто с ног до головы ее повернуть. Ну, если окажется, что на самом деле Россия не идет и тут ни на какие уступки от того, что не разговаривают о народных республиках, но она превращает их в Приднестровскую или Молдавскую республику. А что это такое? Ну, в этом случае мы ничего не потеряем. Сейчас полный тупик происходит. Понимаете, нам людей не отдают. Мы постоянно, у нас гибнут люди на фронте. И, в общем-то, если Российская Федерация и здесь не пойдет на контакт, хотя бы не отдаст нам людей, ну, а что мы теряем? Ну, мы вообще ничего. То есть мы не можем добиться ничего от России сейчас в трехсторонней контактной группе ни по одному из направлений. То есть вообще. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – эксперт по Донбассу Танислав Асиев и журналист Роман Цимбалю. Мы продолжаем обсуждать последние заявления по Донбассу. Продолжаем обсуждать, что же все-таки будет происходить в оккупированной части Украины. Кстати, как видите, сейчас предлагается даже не называть «Донбасс Донбассом». Вот такие вот ответы. Да, но опять же, это скорее такая политическая рефлексия на то, что происходит. В первую очередь, наверное, потому, что в 2014 году появилось словосочетание «народ Донбасса». Это действительно проблема, это действительно такой исторический фейк, скажем так. И, кстати, сказать, когда у меня брал интервью, если это можно так назвать, Сладков для России-24, когда я еще находился в плену, я ему ведь прямо говорил, что, в общем-то, в отличие от народа Донбасса, Чечня и чеченцы существуют. Но вы сравняли Чечню с землей, а нам какие-то претензии по поводу народа Донбасса. Это, кстати, не вошло в его часть, эта часть не вошла в его интервью. Вот поэтому слово «Донбасс» сейчас связывается в российском информационном пространстве с народом Донбасса. Это действительно пропаганда и проблема. Но я бы на самом деле не акцентировал на этом внимание и просто не заострял с нашей стороны эти, вот эти самые, да, не ставил бы острый уголь. Ну вот тогда возникает вопрос того, может ли вообще эта часть Донбасса стать таким, вот знаете, российским аппендиксом. Это ведь тоже очень простой выход из ситуации, который применялся очень часто к таким территориям. Денистровская Молданская Республика, так называемая, это, по большому счету, с точки зрения политического пространства, такой аппендикс российской политической жизни. И там граждане России живут, и к России присоединиться хотят, и несмотря на весь диалог, который есть между Кишиневым и Матерасполем, это уже десятилетиями не меняется. Я почему об этом вспомню? Потому что вот действительно сейчас создается отделение партии «Справедливая Россия за жизнь» в Донецке. Это уже не банк, понимаете, и не почтовое отделение. Это вот политическая партия, которая туда приходит обслуживать граждан России, которые там живут. Совершенно верно. И нужно четко понимать, что на той территории от Украины осталось только административное устройство, которое пока за нами признают. То есть они, да, не признают независимость ЛДНР, так называемых. Они говорят, что это внутриукраинский конфликт, это отдельные районы Луганской и Донецкой области, но больше там от Украины практически ничего не осталось. То есть экономическая система вся интегрирована в Российскую Федерацию, система спецслужб и так называемых корпусов полностью курируется Российской Федерацией, полностью рублевая зона, система образования это даже не российская, это смесь чего-то советского и российского, юридическая система это калька с Российской Федерацией. И теперь еще и политическая часть, поскольку уже более 400 тысяч местного населения на оккупированной территории получило российские паспорта, хоть мы их и не признаем, но тем не менее для России они имеют юридическую силу. И теперь эти люди, конечно же, будут интегрироваться и в политическую систему России. То есть, понимаете, интегрировать эту территорию вообще в ближайшее время для меня не представляется возможным, я даже не представляю, как это все сделать. Поэтому это нужно четко осознавать и отдавать себе отчет в этом. Скажите, вот Роман, я хочу к вам обратиться, просто он думает, вот россияне сейчас воспринимают уже Донбасс как свое, примерно как Крым? Если мы говорим о рядовом обывателе, то ему по большому счету все равно, что там с этим Донбассом, как с этим Донбассом. Их постоянно пугают вот этими вот украинскими карателями, которые обязательно должны напасть на мирных жителей в российской военной форме. То есть, каких-то изменений вот таких вот или повторения вот этого крымского праздника, как было у них 7 лет назад от истории с присоединением или не присоединением Донбасса не будет. Поэтому тоже нужно понимать, что территория де-факто она ничем не отличается от того, что произошло в Крыму. А до юра, вот они будут играть вот в эту вот бесконечные переговоры с целью заставить капитулировать Украину без возврата оккупированных территорий под юрисдикцию Украины. И здесь сложно что-то добавить к тому, что сказал Стас. Давайте представим себе дальнейшую ситуацию с демографической точки зрения. Миллионы людей выехали с этих территорий. Можно сказать, что миллионы, наверное? Не только в Украину, кстати говоря. В другие страны Европы, в Соединенные Штаты, в России даже многие выехали. Я думаю, что это тоже можно говорить о десятках, если не о сотнях тысяч людей. И вот эта территория, она так вот бесперспективно выглядит, когда нет ни движения вперед, ни движения назад. Вот просто вот идет какой-то процесс с неопределенным статусом, с неопределенными социальными гарантиями, с неопределенным правовым статусом. Потому что я до сих пор не понимаю, какой уголовный кодекс вообще действует на территории так называемых народных республик. Там страшное дело. На самом деле смесь, меня, например, судили по статьям, которые они взяли, смесь 60-х годов Советского Союза еще и какая-то местная доработка буквально недавних лет, 15-16-го года. Что-то такое. Это только меня касалось. Ну вот как люди там, будут ли они там дальше жить? Или все-таки это население будет рассасываться постепенно и дальше? Или люди так уже привыкнут к тем, кто остались, что вот такая вот жизнь, такая вот, условно говоря, ситуация? Такая государственность, если угодно. Я думаю, что взрослое население, безусловно, уже имеет какой-то эффект привыкания. И здесь нужно сказать, что молодежь — это то, что мы теряем в первую очередь. Вот с первого класса школы идет идеологическая накачка абсолютно, да, вот просто катастрофические вещи рассказываются в школах детям. А ведь Россия уже признала пять вузов только в так называемой ДНР и выдала им свою аккредитацию. То есть каждый год мы теряем какую-то часть молодежи, которая получает дипломы российского образца и интегрируется в российское пространство. Большая часть из них действительно, по моим данным, выезжает потом в Российскую Федерацию, потому что там на той территории, в общем-то, даже с дипломом российского образца вам делать нечего. Но это я имею в виду. В Россию можно уехать. Можно ли остаться в Донецке и Луганске? Можно остаться, можно в зависимости от того, какую социальную группу вы там представляете. То есть так называемое ополчение, боевики, которые сейчас наполняют корпуса. Это было еще в 2017 году, когда я сидел в изоляции. Я, в общем-то, постоянно с ними пересекался. И они четко описывали, что большая часть из них, если они были из небольших городков Харциск, Шахтерск, Торрес, которые оккупированы, им просто, они банально говорили, мне негде работать. Вот все закрыто, шахты закрыты. Я пошел в это ополчение. Да, я получаю 15 тысяч рублей. Там стою на каком-нибудь блокпосту или охраняю базу, открываю, закрываю. Но есть чем кормить семью. Да, но есть что-то, в общем-то. Поэтому есть определенный эффект действительно привыкания к той ситуации, которая там сложилась. Ну это, разорвать этот круг можно как-то? У меня очень пессимистичные взгляды по этому поводу. Я думаю, что в ближайшие годы, именно годы, да, там кардинально ничего не изменится, и мы не сможем ничего сделать. И это проблема не Зеленского, это не проблема не Порошенко, там, Ермака или нашей украинской власти. Это проблема с Российской Федерацией. Вот так Россия смотрит на эти вещи, так она смотрит на мир, и просто так она ничего не отдаст, если мы не пойдем на глобальные уступки. Если мы пойдем на глобальные уступки, я боюсь, что мы действительно получим настоящий внутренний украинский конфликт, потому что есть весомая часть общества, которая с этим никогда не согласится, в том числе и я. Видите, глобальных уступок украинское общество в целом не хочет, но и рассчитывает, что конфликт скоро прекратится. Но эта иллюзия, это связано с огромными проблемами с коммуникацией с обществом в офисе президента и вообще с президентом. То есть они не коммуницируют эту тему, они кормят по большому счету такими же иллюзиями общества, что вот сегодня мы там проведем выборы, а 30-летие будем встречать в Донецке, да, но очевидно, что этого не произойдет даже в ближайшие годы. Но это не проговаривается, потому что, естественно, это удар по, определенный удар по политической репутации Зеленского, который говорил, что я закончу войну, но человека можно понять, он тогда вообще не понимал, о чем идет речь. Вот сейчас, я думаю, что уже он понял в какой-то степени, что с этим делать дальше. Ну, посмотрим, какие будут пропозиции, так сказать, с нашей стороны. Ну, видим, какие предложения есть с российской стороны, это тоже совершенно такой очевидный момент развития ситуации, когда Россия абсолютно четко уверена, что мяч на любой стороне, только не на ее. И вот последнее там обнародование предложений господина Козака, которых мы узнали тоже, в общем-то, в принципе, показало, что сейчас Российская Федерация совершенно четкой позиции придерживается, которая не позволяет, наверное, в будущем говорить не о нормандской встрече, не о каких-то новых серьезных переговорах в рамках тресторонней контактной группы, так что нам еще придется возвращаться к этой теме неоднократно, но, надеюсь, не на фоне нового обострения ситуации на Донбассе, не на фоне нового военного обострения, что, конечно, всегда пагубно. Благодарю участников программы. Сегодня мы говорили с экспертом Украинского института будущего Станиславом Асеевым и шеф-редактором агентства Униан в Москве Романом Цибалюком. Спасибо, коллеги, что были с нами. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел я вас программу Виталий Портников, я прощаюсь с вами. Всего доброго и удачи, господа. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова